приветствую вас друзья вы на канале 3g кайзер меня зовут григорий с нами дмитрий и юрий мы хотим поделиться с вами опытом который мы имеем в использовании бура из шуруповерта bosch дмитрий расскажет всем привет часто спрашивают расскажите про бур в общем что можно сказать данным девайсом пользуемся уже четыре года полных за это время у нас пока что не подводил здесь в комплекте собран шнек мора 150 диаметр вот эту штуку мы вытачивали сами вставку у токаря и шуруповерт bosch 18 вольт емкость батареи 4 миллиампера крутящий момент 85 ньютон нас вполне устраивает будем то есть у нас вот с ним шло в комплекте две батарейки третью батарейку до купили и все в принципе он все наши потребности перекрывает полностью нам на троих хватает в любой мороз на любое количество лунок ну до 100 лунок грубо говоря мы выпуриваем если одна батарейка в метровый лед будет 28 лунок ну вот считайте 60 лунок парень и почти там 80 сколько получается 4 лунки при метровом льду на всякий случай возим с собой выпрямитель то есть преобразователь подключаем на аккумулятор получаем 220 ставим зарядку до заряжаем вот с момента приобретения 3 батареи пока что не требовалось до зарядки раньше до заряжались на сегодняшний день что можно сказать вот комплект собрать да тогда он обошелся шурбоверт сто одна тысяча это четыре года назад и шнек я не помню или 28 или 30 с лишним плюс вставка тут что-то в районе 150 тысяч сегодня продается допустим даже makita 225 по моему стоит довольно довольно но у makita и батарея 5 ампер дэвольта до 9 ампер батареи то есть гораздо более мощный на сегодняшний день существует так что имейте ввиду плюс в том что вместо не занимает он и в машине ничем не пахнет и он легкий его достаточно удобно носить перемещать это все собирается скручивается он ленький и он экономит кучу просто вагон вашей энергии физически сейчас дмитрий продемонстрирует как он батарейка не свежая давай посмотрим заряд одно деление всего лишь осталось одно деление осталось на батарейке не знаю видно вам нет давайте посмотрим не забываем переключать на пониженную передачу есть переключатель дмитрий покажи вот этот переключатель по бы повышенная пониженная надо на пониженную ставим первую скорость здесь ставим на сверление процессе бурения периодически шугу вытряхиваем оттуда ну как обычно так же как и при ручном буре здесь многие да ставят ограничитель бывают случаи когда с патрона срывается и то есть шнек уходит у вас ну не знаю вот мы затягиваем до упора и время от времени контролируем затяжку их нормально еще один нюанс это надо не забывать пользоваться вот второй ручкой бывает когда ее забудешь все кисть вырывает выкручивается одной ручкой бурить невозможно и ручка должна быть именно на шуруповерте не здесь вот вот у нас кстати вот тут стояла вот видно стопорное кольцо была ручка но этот от нее толку нету она упор не дает единственное что она может помочь это не утопить шнек не всего ли да а так вот мы уперли кнопку нажали и он сам пошел все ну вот так поделились с вами опытом спасибо за внимание все подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии что думаете по поводу шуруповертов какие вы используете нам будет очень интересно узнать что сейчас есть на рынке чем пользуются рыбаки пока я пока